Первое, по поводу Навального. Я не знаю, мне он симпатичен, но я не знаю, знает ли Алексей Навальный, кто такой Алексей Навальный. Мне кажется, он просто расширяет поле своей политической деятельности, обращаясь ко всем, в том числе и к национализму. Кем он будет через два года, не знаю. Дай Бог, что он найдет свою роль. Что касается национализма, у нас есть две идеологии, и носители идеологии еще не понимают, как оформить эти идеологии. Одна имперская, сохранит империю, сферы влияния, и Путин колеблется между имперскостью и национализмом. Другая национализм, но там, вы представляете, русский национализм, который как чашка разбился в дребезги, и много осколков, и каждый осколок хочет себя как-то оформить, в том числе демократический национализм. Но ясно одно, что любая идеология и национализм, и имперскость ведут к распаду России. И мне очень неловко, мне очень некомфортно об этом говорить, потому что я не знаю ответа на вопрос, какой будет Россия. Но, Адам, как ты говоришь, если уберешь Путина с острия этой иглы, которая, вертикаль которой объединяет Россию, ты говоришь, мало ли что, может она распадется. Дело в том, что Путин на острие этой иглы держится за счет того, я очень хочу четко сформулировать, держится за счет того, что он первый в последнее время настолько четко оформил новую русскую аксиому. Эта аксиома следующая. Я владею Россией и контролирую Россию за счет того, что я разрешил России начать распад. И именно при Путине Северный Кавказ получил фактически полную автономию от Российской Конституции. Северный Кавказ стал удивительным образованием. Это русский протекторат, который живет полностью за счет провокации в отношении с Кремлем, за счет шантажа Кремля и за счет шантажа Путина. Такой комбинации в России никогда не было. Но распад России при Путине начался. И я не знаю ни одной идеологии, ни одной системы, ни одного режима, которая могла бы сохранить, а вот интересно, Марчин, как это будет по-польски, недораспавшуюся империю, которая является сегодня Россией. В 1991 году мы распались не до конца. И российская элита, которая пришла к власти, она получила власть ценой отказа от старого государства и сохранения новой имперскости. Вот это Российская Федерация новой имперской. Может ли такая интересная конструкция существовать в мире через 50 лет? Я не уверена. Спасибо. В этой chwili mam... Adam Michi, тебе приглашение. Я хотел бы скоментовать то, что говорила Лила. А Французи уповидают, что ничего не так трое, как провизория. То есть это первое. А по-друге, такой очень мудрый, полский писарь. Сталинский Антоник Гоубин. С похода с Россиями. Он говорил так. Как я смотрю на историю... Одно я знаю на pewno. Все будет... Иначе. Как я смотрю на нашу историю, на полскую историю... Все будет совершенно иначе, чем мы привидовали. Когда мы, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были. Тефан Лапковский организовал такие семинарии, то... Ощиадкин и... 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 Они были, как бы, анализом того, что тогда произошло. И стучься те прогнозы. Но эта прогноза критическая. Проводила себя.